В 2023 году группа «Каспийский груз» отметила свое десятилетие и сделала на это выпуском нового мини-альбома «Осторожно окрашено». Последний альбом «Каспийского груза», саундтрек и к так не снятому фильму вышел в 2017 году. Каждый из участников продолжил двигаться сольно и выпустил по нескольких альбомов, а параллельно группа регулярно давала концерты. Уже в конце февраля этого года группа заявила, что больше не будет выпускать материал, как «Каспийский груз». Весь их бруто будут просто участвовать в сольных проектах друг друга, так что можно сказать, что в истории одной из самых успешных бандитских групп поставлена точка. Что ж, отнесемся к этому не к концу, а к новой главе истории по-настоящему талантливых исполнителей. Макинская группа, герои первой половины десятых годов, одни из создателей неторопливого бандитского рэпа, который до сих пор играет из тонированных машин. Как они получили такой высокий статус в нашей индустрии? Давайте разбираться. Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf – это магазин крутой кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа, отзывчивая поддержка, профессионально помогут подобрать правильный размер. А самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокоп BPM, дающий скидку аж 30%. Заходи на «Проверенный магазин и убедись сам». Ссылка в описании под видео. Вернемся немного назад. 90-е закончились, декриминализация общества принесла свои результаты. Казалось бы, нет факторов, предсказывающих популярность в нашей стране гангстер-эпа. Эту целину уже вспахала группа «Крестная семья», которая после 2005 года почти не давала поводов о себе вспоминать. Нога на «Игра Восток», условно к этой же нише причислившихся, хоть и пользовались солидной популярностью, но воспринимали скорее как попытка бандитскую тематику обшутить и закрыть, предварительно обыграв все самые яркие ее атрибуты. А потом из Азербайджана к нам пришла группа, сумевшая такой бригада рэп сделать очень и очень популярным. История Каспийского груза — это история терпения, удачи и трудолюбия. Терпение, потому что участники группы «Бруто и Весь» ждали своего часа долгих 12 лет. Удача, потому что в обход типичный для новичков раскачки, то есть длительного наращивания базы слушателей, их песни благодаря налаженным контактам одного из участников коллектива, питмейкера Зельналова, попадают к Джамалу из Триагрутрики. Ведь Ака и Куфу — заметным артистам жанра, которые тут же начинают рекомендовать ярких новичков десяткам тысяч подписчиков. И это история упорного труда, потому что, заявив о себе первым же альбомом «Рингтоны для Зоны», эти двое не переставали удивлять плодовитостью. Но двинемся чуть ближе к сегодняшнему днём. Для русского рэпа очень важен 2015 год, именно тогда произошел переворот игры. У жанра случился новый виток, вышло сразу несколько сильных альбомов, включая «Кургор» от иностранного агента Оксимирона и «Дом с нормальными явлениями» от скриптонита. Но начался он с другого, менее громкого, но не менее важного релиза. В январе вышел альбом сверхпопулярной тогда группы «Каспийский груз» — сторона А, сторона Б. «Каспийский груз» — это дуэт бакинцев Зейналова, он же Весь, и Тимура Адилбекова, он же Бруте. Они дружили с детства, сначала слушали рэп, потом в начале 2000-х начали его записывать, а название «Каспийский груз» объясняли так. «Каспийское море, какие-то могут быть грузы, естественно, нелегальные». Первая известность в интернете пришла к группе в 2013-м, после альбома «Рингтоны для Зоны». Это было время провинциального пацанского рэпа, гнусавые голоса его героев можно было услышать из-за контанированных машин. Это была очень живая и самобытная музыка, не приглаженная, неотесанная, но очень естественная. Весь в роте тоже читали хриплы и гнусавые. Это не русские шансоны, это «Рингтоны для Зон». Оба рэпера обращались со словом гораздо лучше, чем большинство представителей жанра. «Каспийский груз» легко плел свои истории о непростой жизни, людей не в ладах законом. Их герой-бандит мало действовал и много размышлял о мире, не стеснялся показывать чувства, с умом подмечал детали, как хороший писатель. Было слышно, что автор не совсем карикатурный бандит, а интеллигент и погруженный в тему человек. Хотя ни Вась, ни Брут, о котором во время выхода альбома было уже около 30, не сидели в тюрьме. Можно вспомнить их же цитату. «Не привлекался, но привлекало». Их удивляло, что песни ушли в народ через интернет. Бруто позже вспоминал в интервью, что настолько не умел обращаться с соцсетями, что долго не мог разобраться, как залить альбом во ВКонтакте. И в итоге сначала залил его неправильно. Находясь в другой стране, ни Анар, ни Тимур не представляли, насколько сильно рингтоны взбодоражили Российской рэп-паблике. До этого человека три знали, что мы вообще рэпом занимаемся, говорил Бруто об известности группы Дорингтонов. В том же 13-м году Сайтрэпрус сделал небольшое интервью. И оказалось, что его нечем проиллюстрировать. Группой просто не было фотографий. Пришлось фотографироваться прямо на балконе квартиры студии, где дуэт тогда и записывался. Рингтоны прославили груз и среди рэперов. Бруто решил начать новую жизнь и бросил свой бизнес – сеть аутлетов с одеждой, чтобы заниматься только музыкой. Следующий альбом «Пиджаки и костюмы» 2014 года закрепил успех рингтонов. Но на этот раз группу заметили не только люди, увлеченные пацанским рэпом. На пиджаках появился Фит с Гуфом, тогда топ игроком жанра. Начались первые концерты. А еще через год вышла сторона А, сторона Б. И Каспийский груз стал чуть ли не самым гастролирующим рэп-проектом в СНГ. В стороны ключевой альбом группы разделен на две части, как на старой кассете. На второй уже привычный бандитский рэп, но на первой оба участника неожиданно раскрылись как поэты обычной жизни. Люди, воспевшие криминал, вдруг стали читать про семью, случайные встречи с бывшими и т.д. На альбоме есть даже песня про ПМС. Выяснилось, что в этом маплуа они не менее убедительны. У Каспийского груза много деталей, запоминающихся панчей. Взять хотя бы большой хит 18+, которому добавил популярность клип с футболистом Федором Смоловым. Над простотой рэпа, Веса и Брута часто посмеивались. Иногда они могли просто заревновать два одинаковых слова. В этом был их фирменный стиль. Об авторах хорошо умели отсекать лишнее. Главные представители жанра сразу это расслушали и начали респектовать. Например, Мирон объяснял суть груза своей молодой аудитории так, цитата, вы не выкупаете, что стиль может быть каким угодно, главное уникальным. А самобытности у них было много. Первая же песня на стороне, Город невест, это типичный Каспийский груз. Рэперы рассказывают две счастливых истории подряд, а в конце выбивают табуретку из-под ног слушателя неожиданным финалом. Тут есть и комедийные твисты. Герой утром идет в магазин, по ошибке надев куртку жены. Тут есть и беглый оточенный слог. Герой груза лишен схематизма, а перед нами такой сериал бригады, только в рэпе. Это песни про то, что и бандиты тоже умеют любить. После выхода в сторону у группы появилась новая аудитория. На концерты пришли девушки, хотя Бруто и настаивал, что во всех песнях он обращался только к парням. Не зря же самым популярным треком оттуда стал «Табор уходит в небо», клип на который посмотрели почти 100 миллионов зрителей. Менялась и музыка. Над альбомом работали несколько битмейкеров, но общий вектор задал Эвди Вадим, который до этого работал с гуфом и чемоданом. Он хорошо чувствовал музыку каспийского груза и не стеснялся смелых решений. В альбоме сочетается и почти шансон, и минорный рэп-джаз, и трэповые 808 барабаны, которые андеграут рэп до того времени почти не использовал. Период страны А, страны Б – это пик концертного успеха каспиев, время, когда они были по-настоящему народной группой. В 2015 объехали больше 50 городов, с самыми крупными площадками были «Известия Холм» на 2500 человек в Москве и «Петербургский космонавт» на 1500. В 2016 году «Веса и Бруто» вышла посольнику, а в 2017 их прощальный блокбастер-саундтрек к наконеснятому фильму, на котором Бруто начал петь и экспериментировать с идеям. Часть аудитории этого не поняла и стала просить, как раньше. Концертный сбор у 2015-2016 годов группе повторить не удалось. Бруто потом рассказывал в интервью, что это деморализировало его и во многом повлияло на то, что группа прекратила деятельность. В 2017 году «Каспийский груз» объявил, что не будет записывать новую музыку, но продолжит давать концерты. О конфликте между участниками, как и о причине распада группы, речи не шла. «Мы хотим уйти красиво», — говорил Бруто и добавлял, что в этом проекте он уже сказал все, что хотел. «Каспийский груз» — это очень кинематографичная группа. Бруто даже объяснял разницу их сольников на примере фильмов Дэвида Линча. Самая яркая в этом смысле песня на стороне, табор «Уходив в небо» — трэп с эмплированным болгарским хором, для которого сняли клип «Боевик». Герои пацанских пабликов на пике своей популярности логичным образом отталкивали слушателя с претензией на интеллигентность. А «Спиский груз» середины десятых стал героем вычисленных мемов, которые иногда по-доброму, а иногда не очень высмеивали их тягу к криминальной романтике и простую читку. Для многих они так и остались музыкой для маргиналов. Кажется, песням группы нужен новый слушатель, который вырвет их с этого контекста и услышит в них не блатной рэп, а интеллигентную иронию. Впрочем, главные рэперы нового поколения это уже поняли. В группе респектовал «Комфлат», а «Биг Бэби Тейп» зачитал под инструментал «Табора» — комплементарный свой фристайл. Что ж тут говорить, Брута довольно часто фитует с новыми фрешменами, сужу Будой чуть ли не чаще всех. А на сегодня у нас всё. Как вы думаете, появится ли ещё хоть когда-нибудь подобная группа с ботинским вайбом? Пишите своё мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про подписку на обличный канал по ссылке в описании. А вы были на канале УбивайБиПи. Меня зовут Дмитрий Толщенов. Всем пока.